И знаете все. Какие простые слова. Да и кому они не понравятся, когда нам скажут, вы знаете все. Притом он не льстил, говорил правду. А что все? Если у человека нет образования специального, не учился в техникубинституте, он так и ничего не знает. Не будешь изучать машину, на права не сдашь, за руль не сядешь. Он говорит, знаете все. Притом не говорит, что вы ходили в кружок по изучению Библии, а имейте помазание. Такое, как будто совершенно отсутствие понятие, как принято говорит аморфное. Не пощупать, не узнать. Ну, ощутил ты или не ощутил. Он убеждает их. Иначе зачем было им писать? То есть они уже получили и не знают даже этого. Вы знаете все. Столько здесь загадок в этом слове. Вот сейчас, в данный момент, на просторах Сибири десятки разных течений читают вот это место. Мы знаем все. И они понимают, что они знают все, хотя они ничего не знают. Они сектанты, еретики, они не в церкви. Иоанн писал соборное послание, значит, во весь мир. Он писал, вот он, а кто Иоанн? Еврей, избранник Божий. Почему они не боялись называться евреями тогда? Что-то они знали, какую-то тайну. Вы знаете, вот выдают новые паспорта, не указывается национальность. Вообще никогда такого не было. Документ, главный документ жизни не указывается. Спрашивают почему. По расстоянию евреев, по их запросам, думу и прочее. Только из-за евреев. Чтобы нигде евреи не знали. Да евреи это почетное звание. Ты той же самой нации, что это люди, которые ничего не понимают, не знают. Люди начинают зветься. Подождите, надо подумать. Что-то они делают. Но Господь через них для нас делает. Почему? Да во Христе-то, помажанным Духом Святом, нет ни Иудея, ни Елена. Они все зацикливаются на своей нации, где-то обидели, плохо сказали. Ты еще христианином не стал. Когда ты христианин, тебе это все равно. Говоря на одну нацию, это переносится и на другую. Мы во Христе-то все едины. Ты на христиан говоришь. А христианин? Указывать не надо. Я и так скажу, что я христианин. Мне в документе-то не надо указывать. Я иду и кричу, я христианин. Крестным знаменем своим, видом, поведением, любой спроси, кто ты? Я христианин. Я спрашиваю, специальность какая? Да, это не важно. Главное, что я христианин. А слово христианин происходит от слова христина, помазания. Представьте, огромная такая Библия. 77 книг. А вот спроси людей, слово христианин часто ли встречается в Библии? Не каждый сходу ответит. Всего три раза. Главное наше наименование в Библии, и тот так случайно, можно сказать, промелькнул. Один раз только по-серьезному. Мы сейчас все прочитаем эти места. А вот слово помазание 156 раз. То есть в переводе на русский язык христианин означает помазанный. И мы свое название встречаем в Библии 156 раз и не знаем. А говорит, вы знаете все, потому что имеете помазание. Вот это наше помазание. А ведь слово помазанное звучит в некой степени насмешливо и даже оскорбительно в мире этом. А размазанное, смазанное, это совершенно человека раздавили, у него доводов никаких нет. Мы имеем помазание. А ведь многие-то люди не знают даже перевода слова христианин. Это греческое слово. И когда скажешь помазанный, а что это такое? Ну другое дело там сильный, крепкий, как Иисус означает спаситель. Мария, госпожа, тут помазанный. Звучание-то в русском языке не придает значимости тому, кто так называется. А это высшее звание, потому что это от Духа Святого. Христос был видимый, а Дух невидимый. Это мы переходим в сферу невидимого духовного состояния. Да, я получил помазание, значит благословение незримое. Умаслил голову мою, не лезь, возвивался на голову. Он помазал был царство Давид. Цари, священники, через помазание царя. А мы цари и священники Бога Всевышнего. Откровение 5.10. Притча Соломона, 8 глава, 22 стих. Говорит, премудрость от века помазала. И мудрость помазывает, и сама премудрость от Бога помазана. Имеет помазание. Какие тайны Бог открывает в Ветском Завете еще. Книга Езекииля, пророка, 16 глава, 9 стих. Это все, которые, называя имена, это все помазанные были. Мы родня их. Вот почему Серафим Саровский уловил самую главную мысль, которая в Библии говорится, это стяжание, приобретение, привлечение в содружество Духа Святого. Выше этого ничего нет. А в конце Павел говорит, кто Духа Святого не имеет, то даже не Его. Можешь ходить, причащаться, молиться, трудиться, стараться, жертвовать, а не Его. Это все от человеческих усилий. Надо непрерывно просить содействия Духа Святого. Приди и вселись, а вны, Дух Святой. Это старую небесную утешить, это молитва Духу Святому. Ею начинается каждое богослужение. В первую очередь, в содружество войти с Духом Святым. Я ухожу и для вас лучше, как будто Христос ниже Духа Святого. И пошлю вам утешителя. И он придет и напомнит вам все. Самое главное, что сатана разбит на голову. Что Христос вознесся на небо. Он угоден Отцу Небесному Его. Он его принял. И что будет суд. Осужден будет грех. Господь говорит о том, что я омыл тебя водою и помазал тебя елеем. Это благо заброшенного, ненужного. И написано, возливал что он? Вино и елей, когда нашел самарянин. Пораненного-то. Господь нас строгостью вина привлекает к себе. Смотрите, в ад попадете. Огонь ждет. Кайтесь, грешники. Ах, перед вами. А дальше милость Божия еле и веера. Рай. Господь призывает туда. Иезеки 28.14. Оказывается, помазанным было сатана. Вот еще что Бог открывает. Упрекая его, говорит, ты был помазанным херувимом. А когда? Ну, может быть, миллиард лет назад, а может быть, больше. Никто не знает, когда. Но он помазанным, то есть в высшей степени приближенным к Богу, имеющим познание тайн Божиих. Вот мы такие, мы должны знать все. Не по специальности какой-то. На сегодня придет любой сантехник, больше нас знает-то. Ты у себя на кухне-то не поправишься. А он придет, знает, придет от газа, гор газа, она знает, а ты не знаешь, а ты помазанный. Речь ли не об этом идет. Быть чувствуем, где добро, где зло. Что Господь говорит в Писании, мы всему верим, мы имеем помазание. Вот это надо иметь. И об этом надо молиться. А люди не знают, через что приблизиться к Богу. Вы знаете, летом привозили здесь глава евангелиста Луки. Я сегодня читаю журнал «Алтайская миссия». Там на корочке смеется, радостный, в золотом сосуде, видимо, стеклянном. Держит местные архиереи глава, а тут монахи. Монахи привезли с Афона. Это Афон, если у нас награждает Грекия. В первую очередь, нет уверенности, что это голова Луки ни одного процента. Почему? Его тело сразу же было врагами скрыто. Он был повешен, показывает, на оливковом дереве. Что это оливковое дерево дает мне? А если бы повесили на осиний, как говорят, иуду на осиний повесили. Да какая разница? Вид смерти не влияет на связь с человеком. Нет, на оливковом дереве. А потом? А потом тело было скрыто. А потом? В XI веке обнаружили, что какие-то исцеления начались где-то. И говорят, нашли и решили, поведут исцеление. А он был врач. То есть ни на чем не основано. Ни одежды, ни свидетельства, ничего нету. Нуль. Полный, абсолютно нуль. Дальше его повесили. Так его повесили? Он не к чеченцам попал? Нет. И голову не отрезали. Где же вы голову-то взяли? Вы же отчленили ее. Отчленение и показание головы всегда означали, что враг повержен. Всегда. Вот на Алтае, в горном Алтае действовал Кайгородов. Как только вы убили, голову отрубили, заложили льдом и повезли сначала органам власти, и потом показали жене, и видите, голова вот такого-то, и где-то на пиках несут. Вот видите, враг повержен, голову показывает. А ведь это, скажи, вам, ну-ка, враг? Нет. И вот впечатление стояло. Я стоял шесть часов, там пишет один. Ну и что? Мы стояли там, недовольные друг другу, ну в очереди-то, всю ночь стояли-то. И я приложился, а для чего? Кружок слова такой есть, и называется миссионерский. И мы там изучаем, так не понимаем, что слово. Мы просили у Луки-то, чтобы дать разумение в Писании. У головы, у мертвых просили. Миссионеры. Другая участница тоже там миссионерского этого слова. И вот я знаю, что Лука это один из двенадцати, и он апостол, но никогда один из двенадцати не был. Вот они изучают так Слово Божие. И те, которые печатались, они видели, что она не... Ну могли бы скрыть эту двоечницу-то. Нет. Все пропечатано как есть. И вот за здоровьем люди шли, за здравием шли. А о душе, говорит, и не думали. Вот они сами, их впечатления какие были. Какое же это помазание? Дух Святой открывает истина открыта в Библии. Больше ничего не надо. Раз и навсегда. Мне дал Бог помазание этот сорок пять лет назад. Я мгновенно в это поверил. Мгновенно при том. Я еще не знал, какие места трудные в Писании встретятся. Ведь я за это время, за сорок пять лет, с кем только не встречался. Тем более, Бог дал Писанию прикоснуться знать его. С разными национальностями. И с мусульманами, и с евреями. И для меня вообще национальности нет. Она и не нужна. Мы еще евреям должны благодарность сказать, что убрали это. Не роптать, а поблагодарить Бога. Почему? Помазание нам открыло. А для них равно тоже ничего не даст. Апостол Павел Блойверей еще и старался к кремлинам ближе быть, говорит. А у меня римское гражданство. Он не только не дорожил своим званием, как будто бы. Он понимал, что оно несет ему ущерб. А старался, что положительное. Сегодня самое положительное, как и всегда, звание быть верным. Христианин. Вот читаем про Астеона. Они так подумали с учеником. А вот если спросят так-так, запутают. А если так, нам никогда их не переплюнуть. Это КГБ, такие умные люди сидят там. Это все выученики железного феликса. Нет. Что, будем отвечать, я христианин. Спросят фамилию, я христианин. С какого года рождился, я христианин. Да вы, значит, у вас имя-то есть или нет? Я христианин. Вот как попки какие. Их обоих казнили. А мы теперь им молимся. Они получили помазание. Этим помазанием буквально все помазали, где только они находились. Как будто простое такое житие, ничего нет. Ты на все посмотри. Я столько времени потратил, читая про главу их. СМИ, средства, почти все были. И как они отзываются положительно. Вообще в христе ни одного слова нету. А на помазание Духа Святого ни одного слова нету. Полжурнала об этой голове. Кощунники. Да разве ж так это делается. Голова дикари. Это отрубленная голова. И с головой ходить везде показывает листи. Неужели никто не на кто? Монахи греческие. Это все они. А дальше, если гора ловты кобыла в Элисту, Волгоград, Варнаул, а тут сюда к нам тогда в Новосибирске были. И монахи афонские. Я не знаю только, какие они новости или старые там не написано. И голову повезли назад. Вот что, Лука вам заповедовал, чтобы голову отрезали и возили ее. Люди-то ничего не знают. Смотрю на выражение лиц этих монахов. Никакой одухотворенности не видно. Они пришли и сказали. Евангелие от Луки. Сколько там открыто? Давайте почитаем. Прости нас, Лука, с головой ходили. Давайте на Власищинском кладбище, на Сервисском похороним ее. Воззадим должное почести. Русские, иудеи, мусульмане. А то и пришли сюда, и перечисляют армяне, пришли поклониться. Старообрядцы пришли. То есть таких темных, мертвых людей оказалось в Барнауле под названиями. Одни не знают Бога. Не имеют помазания. Мне четыре раза только из Алтайской правды звонили, когда было здесь. Как вы смотрите? Кощунство. Дикарство. Самое настоящее шаманство. Больше ничего нет. И шесть часов человек стоял. И он ничего не знает. Да даже шесть часов можно прочитать третью часть Нового Завета. Там всего 22 часа священного Нового Завета читается. А он ни разу не прочитал. Ходила все время, говорит, и думала, что два Евангелия, только Матфея и Луки. Даже не знала, что четыре Евангелия. Втором послании к Коринфянам 1.21. Апостол Павел говорит, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Обратился развратный город. И он им пишет. А теперь вы, бывшая измазанная грехом, помазаны Духом Святым. Он намыл нас водой и крещением. И образно, вот когда помазание идет, называется миропомазание. Ну мы не можем утверждать, что обязательно Дух Святой сошел. Ну церковь так заменила. А раньше это было, видимо, человек преображался. Верующего, ну не надо было даже и мазать. Просто руки возлагали на него, он получал печать дара Духа Святого. Кевреям 1.9. Помазаны. Тебя, Боже, помазал Бог елеем радости. Вот он где, откуда слово елея радости. Человек чувствует радость. Какой я счастливый, Бог мне что дал. И Господь нас послал как в командировку на эту землю. Перестаньте травить себя таблетками. Не хватайтесь за эти бутыльки разные. Надейтесь на Бога. Пока переносимо, пока можно. И все время говорит, проснулся, да уходит день, ушел. Вот так все будет вычерпано время. А я иду Господу. Скажем в нем все ближе и ближе. Это радостная встреча. Это помазание дает. А люди начинают, а, хотя ухать, я на занятиях вам говорил, какой клип сейчас сделали. 40 секунд всего смотреть. 40. Человек рождается, женщина на столе, она рождает. Вылетает ребенок, пробивает стекло в космос. И уже летит юноша, дальше старик, с разлет упадает в могилу. Все. И мы летим, Давид говорит. Это показывают по телевизору. Это там мультики. А настоящий человек. Сняли все, она дальше уже подстроена. И все летят, и все громко, страшно кричат. То есть это страдания, бурь, страх смерти у каждого. Вот младенец, дальше мальчишка, юноша, взрослый, старик. Это все 40 секунд вложили. Хотя я подсчитал за 80 лет, человек проживает 2,5 миллиарда секунд. И Бог дает кому-то вот эту мудрость. Может, через телевизор люди задумаются о смерти. Памятование о смерти очень сильно стимулирует людей искать выход. Еще не к Богу, но человек думает, что дальше, где выход? Выход в Боге. Там не будет ни печали, ни стона, ни болезни. В Деяниях Апостолов 11.26. Вам не запомнить такую цифру? Это дата рождения христианина, христианства. А в Антиохии же в первый раз ученики стали называть христианами. А почем их узнали? Ну, христианин. Ну, а какие признаки? Вот я не был христианин, а сейчас христианин в храм ходить стал. Прекрасно. А еще что? По мощам поехал. Искать где-то руку я на крестителя привозили. Они теперь голову, теперь ногу привезут. Нет. И учили они людей немалое число. Вот и все. Дальше продолжается. Если христианин имеешь помазание, Дух Святой, помазавший тебя, у тебя сразу двинет вперед. Сколько людей, которые не получили помазание. Они не войдут в рай. Ты понимаешь, не войдут. Люди, которые отвергались от сильных себя и помогали в местах зачумленных, где холера, жертвовали собою. Как они старались, чтобы эта чума, холера ушла? Они шли, служили ближним. Да грех-то это самая страшная чума и холера. Как же это не пойти? И надо уговаривать пойти, не пойти. Ведь на работе-то вот кто работает-то? Сколько же у вас знакомых там? Я только приехал сюда. Ну вот, всего несколько дней назад. И отовсюду звонки идут. Наши книги работают. По книгам из разных республик даже люди уже обращаются. Все становится, говорит, на место. Я был там баптистом, прочитал книгу, у меня все стало на место. Если Господь позволит, эти люди уже начали приходить к нам, даже на занятия. Надо молиться об этом, чтобы Господь нашел средства дать людям помазание. Деяние 26-28. Когда допрашивали Павла, Агриппа сказал ему, ты немного не убеждаешь меня сделать я христианином. Ну, мы насчитали эти слова, на Пасху считается. Значит, христианином от чего делается? От убеждения. Какие еще доказательства? Ты немножко не убедил, у тебя доводов не хватит. Но в оригинале ты почти меня сделал христианином. Не убедил, убедил. Ну, почему? Потому что правитель, царь, и вдруг Павел, видя, стоит в цепях, он говорит, кроме этих уз, пусть вы все будете христианами. Ты немного меня не убедил. Он не сказал, не хватило ему мощей, не хватило там святости какой-то. Немного не убедил. А если бы ему этого немного хватило, значит, уже был бы христианин. Положи себе на сердце, я должен донести до своих близких, до своей нации, до своего народа, до соседей, слово христианское настоящее. Как нам трудно работать. Вот наши братья ездили в Шарщину, но это ехать деньги стоит. И мы подсчитали, 150 рублей шоферу отдавать приходится. А там всего 20 километров в объезд. И уже начали их принимать, где у нас место не сдвигается. Почему? Они каждый раз, а вы свечки привезли, а вот батюшка к нам приезжал, он там свечки привозил, а вот там просвах, поминания. То есть уже зараженные. А вот если привезти туда голову какую-нибудь, вот тут они, тут ажиотаж будет. Читает Евангелие уже, а они с места не сдвигаются. Читает как газету. Купили даже книгу, но с места ничего не сдвигаются. Зараза. Они зараженные. И все время батюшка приезжала, кем-то кто-то давал. И тут же опять продолжает гулять, жить. Бабушки матерно ругаются. Я всю жизнь верующая. А почему ругаешься? Да потому что к внуку меня не допустили. Заумирали со своими внуками. Да ты его к Богу-то не привозишь, а ты съешь свою невозрожденную душу. Если бы тебе внук нужен для того, чтобы сделать его христианином, Бог бы обязательно тебя допустил. А тебе только одно шоколадкой халвой мурот забить. Бабки-то больше ничего не знают. В первом послании Петра, 4 глава, 16 стих. Когда гонят люди за что-то, говорит, надо разобраться. А вот если вы страдаете как христианин, то прославляй Бога за такую участь. Всего три раза. В первую очередь, что мы стали называть себя христианами. Второй раз царь Агриппо сказал, что не убедил меня. Ну и Петр подтвердил, что христианин, если ты имеешь помазание, он за все славит Бога. Несправедливо отняли. Несправедливо нас это ЖКХ заморило. Пенсии не дают вовремя. Все это Бог допускает. Я страдаю как христианин. Я как христианин. И все встало на место. Все. А остальное теперь под это подводи. Псалмопевец Давид, 88-й псалом, 52-й стихи, говорит так. Как поносят, как бесславят враги твои, следы помазанника твоего. Они знали, что Давид ближе к Богу. Но мало кто знал, что он был помазан. Он был помазан тайно. У него какие-то особые таланты. Меня интересует не его псалтырь, инструмент музыкальный, а вот этот поэтический дар. Насколько достоверно. Но мне говорили, что псалтырь написан в рифмовку. Как вот стихи, как поэма какая на река си. Когда у него тот талант появился? Когда он играл? Когда был при Сауле? Или когда он сидел в пещере и убегал от тесте? Когда? Что из него высекло этот талант? И он, мы-то знаем его только по псалтыре. А как он играл? Сколько струн? Какие звуки? Мы же этого ничего не знаем. Псалмопевец давит? Псалмопевец. А мы не знаем псалмопевца. Мы знаем написавшего псалмы поэта. Это был самый крупный за три тысячи лет поэт. Есть много поэтов. В Пушкину, в каждой нации. Но еврейский народ дал такого поэта, стихи которого читает вся Вселенная. И Давид говорит, лучше солнце остановиться в луне, нежели прекратить сочтение псалтиры. Почему? А вопрос. Потому что он был помазан. Притом на Саула там бутылёк какой-то написан, вылили, помазали. А на этого целый сосуд вылили, он был обильно помазан. Псалм 104, 15. Господь сказал, и пророкам моим не делайте зла, помазанным моим. Над помазанными своими Господь держит особую руку, и ты должен это знать. А открывает Господь, да, говорит, вы всё знаете. Мы сейчас посмотрим, что надо знать и чего не надо знать. Исайя 45, 11 говорит о том, что был помазанником Божьим царь-тир. То есть помазанники могут быть люди, даже не христиане, избранники. Я вот по себе считаю, что Горбачёв был помазанник Божий. Он разрушил, фактически там и, может быть, и Ельцин также, разрушил вот это построение, дали эту свободу, открыли храмы. А за что, Кир? Открыл сосуды, отпустили еврейский народ, они пошли домой, и пророк говорит, иди скажи помазаннику моему. Помазаннику? Помазаннику? Помазаннику христианин? Да какой же? Он же не перестал поклоняться идолам. Что-то есть. У человека не весь в одном слове. В момент, когда он это всё делал в пользу еврейского народа, он был помазанным. В послании к Риммам, 6 глава, 3 стих. Вот что мы должны знать? Апостол Павел обращается к людям, помазанным Духом Святым, обращённым, которых, может, его друзья крестили, говорит, не знаете ли вы, что все мы во Христа, крестившиеся в смерть, его крестились? Не просто я христианин, теперь всё хорошо, но мы должны приготовиться умирать. Когда мы крестились, в воду заходили, то мы умирали. А когда в воду не заходят, ну а тогда он и не умирает, он не скрывается. Сколько в этом скрыто? Неужели вы это не знаете? 1 Коринфянам, 5-6. Разве не знаете, что малая закваска хватит всё тесто? Ну, любая женщина это знает, кто стряпает. Это означает грех. На него нельзя просто так смотреть. Грех должен быть из стороны, человек отлучённый, переведён в оглашенное. Малая закваска, неужели вы это не знаете? Он говорит, а долг святой, помазавши вас, даёт вам знания, и вы всё знаете. Некоторые этого не знают. 1 Коринфянам, 9-24. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все? Больной ли ты? Немощный? Ребятишек ли у тебя много? Ты не должна бежать. Не просто думать, а бежать. Все раз что делал, а сегодня подвиг я увеличиваю. Всё время надо подвиг увеличивать. Что-то сокращать в пище, в прихотях, в одеянии, в желании, во всём. Это поприще наше. Неужели не знаете, что все бегут? Все! И доказывать ещё не надо. Старый, молодой, только что обратился. Большой у тебя опыт. Священник, патриарх. Все должны бежать. Евангелие от Матфея, 7-я глава, 15-й стих. А как узнать? По плодам их узнаете их. Иоанн, 13-16-17. Раб не больше господина, и послана не больше пославшего его. Если вы то знаете, то блаженны вы. Если так поступаете. Вы это знаете? Бог страдал? Ну и нам это должно быть. Чтобы никогда даже мысль не подводила к ропоту. Это в Господь всё делает. Он страдал. Показал нам пример. Иоанн, 20-34. Вы знаете, что нужным бывших со Мною послужили руки Моисеи. Надо всё время трудиться руками. Трудиться. На чём ты трудишься? На компьютере, в огороде или где? Сложа руки не сидеть. Всё время искать работу. Не знаете ли? Павел спрашивает. Душ святой, помазавший нас, даёт это знание. Убеждать не надо. Иаков, 4-4. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Если помазал, помазан ты Духом Святым, неужели это не знаете? Смотрите, вы потеряете. Дома буквально нет, где бы не была антенна по телевизору. А когда начинали, вообще ничего не было и разговора не было. Да мы только программу или что они там смотрят. Нет, дети не вылазят от телевизора. И поэтому о духовности приходится только мечтать о духовном. Иаков, 4-14. Не знали, дети, что с нами случится завтра? Это наше поведение говорит. Я-то всё делаю для завтра, чтобы было на чёрный день. Да не знаю, что будет завтра. Самый чёрный день – день смерти. Она может наступить сегодня. Второе Петра, 1-12. Я не перестану вам напоминать, Пётр говорит, хотя вы то и знаете. Оказывается, уже на помазание нужно накладывать всё время новое помазание. Вы хотя знаете, я напоминаю. Третье Иоанна, 1-12. Иоанна говорит о Дмитрии, о его происках. И вы знаете, что истина – то свидетельство и непререкаемое. Мы знаем ли это, что то, что апостолы говорили – это истина и непререкаемо? Как только засчитает, кто считает Священное Писание, я прошу. Еретик, никто говорит, сразу замолкни и слушай до конца. Когда он начинает толковать, тогда он может прервать и говорить. Послание к римлянам, 6-16. Неужели не знаете, кому вы отдаёте себя в рабы? Если послушание к греху, то делайте с рабами смерти. Неужели этого не знаете? Павел не случайно это говорит. Сегодня эти места засчитать тем, кто ходит в церковь. Да у церкви не ушли, никого не останется. Люди этого не знают. А то я приду, батюшки, грехи сдам. Я со священником говорил, сколько ты на одном месте? Тридцать лет. Одних и тех же людей исповедуют, говорят, в одних и тех же грехах. 1 Коринфянам 3,16. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? А вы знаете это? Не имея никакого юридического образования, святые будут судить мир. Скажешь, а как? Ну, вот так будет суд Божий. И люди скажут, а я не слышал, как не слышал. Мы ходили вам визитки, подавали в двери, стучали. Мы свидетельствовали, вели занятия в университете. Везде все говорили, приходите, слушайте. Вот и все это я судил. Ты мог прийти? Да я боялся, 6 часов поздно вечером. Ну вот и все, уже темно. Вот теперь во тьму и пошел. Да разве человек, который ищет истину, его что-то удержит? Первое, Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей одно тело? Тут, кажется, и говорить не надо. Но, оказывается, это тоже нужно доказывать. Вот молодые, когда женятся, где? Все надо там сказать. Ты делаешься одно, ты уходишь. А привлечь не привлечешь. Кто женится, и где-то на мирских, думая, а я потом буду с ней заниматься, привлекать. Нет. Она тебя утянет туда. Первое, Коринфянам, 6,19. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм Духа Святого? Я говорю о знаниях. Где же его нужно знать? Помазание Духа Святого это дает. Храм мой я не могу так куда попало. Я вопрос ставлю ко всем, которые бреются. Почему бреются? Это храм Божий. Кто тебе дал право что-то отрубать, убирать? А может это у Бога выглядит, как козырек борода, или какая-то колонна. Или пилястра какая-то. Я не знаю, что у Бога. Но раз мы называемся храмом, то значит что-то и нос, значит и глаза. Покусились-то только на бороду. Почему? На то, что человека возвышает. А человека, мужчину, ничто не возвышает, кроме бороды. Нос такой же, как женский. Вот закрой, и даже не узнаешь борода, по кого это мужчина. А мужчина это власть. Как хорошо сделано, что есть люди, которые постоянно молятся, как евреи. Благодарю тебя, Господи, что ты не сотворил меня женщиной. То есть это полное понимание, с бородой. Мусульмане до этого понятия дошли. Русские не знают. Попы бритые. Мало того, доходит до того, что архиереи бритые. Не знаете ли, что тела ваши суть храм Духа Святого? Если это не знают, вопрос идет об одном. Господи, дай мне помазание Духа Святого, чтобы то, что здесь написано в Писании, коснулось мое сердце. Я поверил и дал знать другим. Аминь.